Спонсор показа – наш интернет-магазин умабук.ру. Все доходы от продажи направляются на содержание сайта умма.ру. Отец сыну. Мы с вами из пятницы в пятницу на хутбе упоминали отдельные фрагменты из наставлений мудрого Лукмана сыну. Здесь я разом сразу все прочитаю. У каждого из нас, возможно, большинства, может кто-то еще не женат. У каждого есть дети. Мы по-своему за них переживаем. Просим у Всевышнего благословения для них, пока мы живы. Когда мы уже умрем, там уже ни о чем не попросишь. Поэтому при жизни просим. Лукман, мудрый Лукман, не был пророком или посланником, но его наставление сыну занимает свое особое место в заключительном Священном Писании, в Коране. 31 сура, 13 аят. Потом там идет 14-15, они по другой теме, они вообще о родителях. Вставка. Их я пропущу, потом, если что, сами прочитайте. И потом уже с 16 по 19 и завершается. Мы с вами эти аяты цитировали. На хутбах я кратенько аят брал сегодня, хочу все вместе процитировать и завершить. Пусть даже что-то повторится, но это для каждого из нас, для отца своих детей. Это очень важное наставление здесь. 31 сура, 13 аят. «И сказал Лукман своему сыну». Здесь вау аль-Халия. Вау аль-Халия – это частица вау, который передает состояние. То есть он сказал своему сыну, а само состояние, сам процесс был чего? . Процесс наставления. Наставление. То есть наставляя, он сказал. . Сыночек, не приравнивай кого-либо или чего-либо на уровень Бога. Поистине ширк, приравнивание кого-либо на уровень Всевышнего – это великий грех. Здесь эту тему мы уже не раз разбирали. То есть до мелочей, до молекулярного уровня расщеплять это ширк, то ширк, еще что-то ширк. И они сторонник. Есть понятие молить. Молиться на что-то, просить. И даже здесь порой человек может сам себя проанализировать. То есть первоочередно, по сути дела, нужно просить что? У кого? Да. То есть, очень часто бывает, что человек вроде как ширк, не ширк, а потом смотришь, там в сложной ситуации оказался и чуть ли не унизительно таким образом у кого-то просит. Это ненормально. Я не скажу, что это ширк, но это ненормально. То есть нельзя кого-либо или чего-либо ставить на уровень Всевышнего. В первоочередно нужно у него просить. Да, ты попросишь, ты выстроишь какие-то отношения взаимовыгодные, еще что-то. Но унижаться – нет. И здесь вот это понятие того, что он как раз говорит. Сыночек, да, там уменьшительная ласкательная форма . Не возноси кого-либо или что-либо на уровень Бога. То есть ширк – это большой грех. Не надо. Просишь, проси у Всевышнего, то от тебя зависящее делай. От себя зависящее. Дальше с шестнадцатого по девятнадцатого идут слова Лукмана. «Ябунайя» – сыночек. Ну, опять же, сыночек. Насколько мы так обращаемся к детям, я не знаю. Обычно по имени. Но сами проанализируйте, потому что он очень по-доброму обращается. Очень по-доброму. Здесь другой, более мягкой формы не найти. «Ябунайя» – сыночек. Потому что на современных реалиях нечасто такое обращение. «Ябнии». «Ябнии». «Ябнии» – о сын. Ну, опять же, если грубо один говорит другому, один постарше лет на двадцать, на тридцать, другому говорит. «Ябнии». «Эй». Но это звучит как «ей». То есть пренебрежительно так. «Эй». Слышишь? То есть «ибн» – сын. «Ябунайя». «Сыночек». Но здесь потом сами посмотрите, тоже 16 стоят. На первом этапе он сказал про Ширк. На втором этапе что он говорит? Он очень широко раскрывает сыну все видение, полную информированность, все знания Творца. В полной мере. «Ябунайя» – сыночек. Поистине, если мелочь какая-то затеряется где-то, в скалах, на небесах, на земле, то Всевышний непременно, это маленькое зернышко, он найдет. То есть он об этом маленьком зернышке, затерявшемся где-то в скалах, где-то на небесах или на земле, он его найдет. Он об этом даже малейшем зернышке в полной мере осведомлен. . Поистине, он в то же время, чтобы ребенок не был в состоянии стресса из-за всезнания, всевидения, всеслышания Творца. В то же время говорит латыф. Лотф – доброта. Всевышний добр к людям. Хабир. И полностью осведомлен обо всем. То есть здесь вот этот момент того, что не страх по той или иной причине чего-то, чего-то. Первоочередно, понятно, да. То есть человек едет, то есть у нас же в конце 90-х, начале нулевых, вообще мы безобразно ездили. Многие, не знаю насчет себя, не помню. То есть многие на дорогах, в том числе и Москве, ездили просто отвратительно. Двойную сплошную спокойно пересекали, неположенном месте обгоняли и так далее, и так далее. Чего только не делали. Но потом, когда появились камеры… Сегодня утром сел когда такси. Человек увидел, говорит, я постоянно вас слушаю, ясно. И они говорят, а почему вы на машине не ездите сами? Я говорю, когда я ездил, тогда ни камер нету, спокойно все, ездишь все там. А здесь платных парковок не было. Ну, поставил и поставил себе машину. А сейчас вообще. Поэтому человек в итоге привели в порядок же. Но нас-то нужно напугать. Раньше сколько было полицейских ГИБДД. ДПС, по-моему, сначала было. Потом ГИБДД, было еще что-то. Они на каждом шагу были. И сейчас никого нету. Камеры. И даже тогда, хоп, сразу видишь издалека ГИБДД или ДПС. Вот, тебя сразу дисциплинируют. Ты уже так безобразно не водишь. Да, это я знаю. Вот. А сейчас уже камеры. Ох, камеры. Это как год назад нужно было ребенка отвезти. Я говорю, ладно. Я сам за рулем поехал. И мне говорят, вот, чего ты так медленно едешь? Я говорю, как? Я говорю, здесь ограничение 70. Когда это 70 плюс 20. Я говорю, слушай, ты уточни. Я не хочу. Я еду себе спокойно и еду. Меня тут обгоняют там что-то сигнал. Я говорю, ты чего, успокойся, брат. Я тут спокойно себе еду, 70 еду. Оказывается, можно плюс 20 еще. Вот. Ладно. Отстала от жизни. Поэтому. То есть опять же проанализировать. Вроде как мы все говорим. Всевышний – всевидящий, всеслышащий. Но как на нас ДПС-ник повлияет, там, или ГИБДД-шник. Или камеры, которые везде висят. Вот, сразу дисциплинируют. А тут ни камер, ни ГИБДД, ничего нету. Все. Тут уже жми по полной программе. Хоть для риска для других, хоть для своего риска, жмешь, как полный идиот. То есть, вот, попробуй разберись. Поэтому в какой-то степени сразу после ширка, что это большой грех, в данном случае мудрый Лукман сыну говорит, Всевышний маленькое зернышко затеряется где-то в скалах, на небесах, на земле. Всевышний его найдет. Он добр. Да, ты не стрессуй. Он добр. Так что человек вообще боится что-то сделать. Нет. Он латыф. Он добр, но при этом хабир. Он полностью, Всевышний полностью осведомлен. Полностью. Представьте, там, вы министр финансов Российской Федерации. И у вас такой уровень. То есть вам отец в свое время говорил, мой хороший, ты будешь и министром, и президентом. Но учти, ты должен чувствовать на молекулярном уровне своей сутью. То, что Всевышний может достать любую вещь. Тебе не нужно. С кем-то договариваться, да. Давай вместе распилим там очередной миллиард. Не надо. Всевышний все видит, все знает, все слышит, все фиксирует. Два ангела у тебя здесь. Да, у тебя тут еще два ангела, которые все фиксируют. Да ты что, брат. Они тоже на мою скорость смотрят, да? Даже если камер нет. Конечно! Они смотрят, сколько ты. Сто, сто десять, сто пятьдесят. Понятно, что ты там такой хорошей машины купил. Но это же не значит, что надо сжать. Дамы двести двадцать тоже есть. Может, у кого-то еще больше есть? Я не знаю. Все фиксируют. Да. Ты будь спокоен. Всевышний Латыф добрый. Но он хабир. Он обо всем осведомлен. Поэтому как раз министру финансов в детстве когда-то отец говорил, мой хороший, ты станешь министром финансов Российской Федерации. Но учти, Всевышний всезнающий. Не надо тебе бояться там чего-то, чего-то, чего-то. Таких там проверяющих органов и так далее. В первую очередь бойся Всевышнего, ничего плохого не делай. Столько пользы принесешь, и все будет просто великолепно. Поэтому, если как раз мудрый Лукман, сын, об этом и сказал. Дальше идёт . Следующий идёт, что нам, отцам, тоже очень важно донести до наших детей. Первый пункт был, потом второй пункт был. Сейчас третий пункт. Что важно нам, отцам. Лукман же не женщина, а мужчина, правильно? То есть это первоочередно нам, отцам, нужно это для себя услышать, что мы должны это до детей донести. . Он говорит, сыночек, выстаивай молитву. Выстаивание молитвы в Коране многократно – это важный момент, важный постулат. Отец должен донести до ребёнка, что вот есть такие облегчения, что вот это обязательная часть в омовении. Вот это вот обязательные ракеаты. Если что-то пропустил – восполни. То есть это всё ребёнок видит, что отец сам религиозно практикующий, отец старается до него это донести. Объясняет. Это вот так момент, это вот так момент, это вот так момент. В контексте облегчения. В контексте облегчения. Не усложнение, иначе это надолго не хватит. Облегчение. Даже облегчение. Я вчера, например, на джаматах, здесь в мечети иногда тянешь время. Что-то дописывал или что-то договаривал. И я уже чувствую, что над джаматой не успеваю. Я просто-напросто не стал полоскать рот, промывать нос. Быстро фарзы сделал и как раз джаматой успел. Ну, не в смысле, что нужно этим злоупотреблять. Фарзовую часть нужно знать. Омыть рот и нос не обязательно. Но лицо, да, само собой фарт. Ну, конечно, по три раза все, по-моему. Даже три раза не обязательно. Один раз достаточно. То есть я к тому, что если отец до детей, то есть мы, конечно, у нас большая надежда на мадресе. Мы отправляем роде детей, оплачиваем обучение мадресе. Все, суббота, воскресенье. Все отлично. Вроде как с нас этот груз спадает. Да, как тоже многодетный папа. Соглашусь с таким, как бы, с такой трактовкой. Да, чувствуется, ну, кажется, что там мадресе все уже, всему научат. Но все равно. Отец должен постараться важные нюансы в вопросе обязательной молитвы и намаза до детей доносить. И здесь, как раз, Лукман. – сыночек. Выстаивай молитву. – побуждай к хорошему. – и препятствуй плохому. Ну, здесь я всегда это поясняю. – это такое. Одно из таких основополагающих нравственных составляющих ислама. То, что человек, ну, мусульманин, человек верующий, он должен сам делать и побуждать других делать хорошее. И сам не делать. И наставлять других не делать плохого. Потому что ма'руф – это общепризнанно хорошее. Мункер – это общепризнанно плохое. Это не что-то хорошее для мусульманина. Вообще хорошее для любого здравомыслящего человека. Мункер – не что-то плохое для мусульманина. Просто плохое для любого здравомыслящего человека. И здесь идет в этом аяте одно за другим. Намаз. Потом вот эта вот нравственность. «Делай хорошей стороне из плохого». То, что мы с вами говорили. «Проявляй терпение к тому, что тебя постигло». То есть сталкивается человек. В современных реалиях этого очень много. Дети в детском садике, школа, подростки на улице, взросление, университет, работа. К сожалению, мы люди постоянно получаем удовольствие от того, что друг другу вредим. В разных формах. Ну, никуда не деться. Вот так вот мы, к сожалению. Если тебя что-то постигло, прояви терпение. То есть, ну, не иди на конфликт. Разные ситуации будут разные, люди будут. На конфликт не идти. Проявляй терпение по отношению ко всему тому, что тебя постигает. Ну, а саба обычно постигает плохое. Если ты сможешь это сделать, возможно, здесь относятся ко всему. Молитва, высоконравственность, сторонение всего плохого и проявление терпения. Возможно, относятся только к последнему. Проявление терпения ко всему тому, что постигает. Поистине, это потребует от тебя стойкости, решительности. То есть, ну, определенно такое. Такие должны быть волевые качества. Здесь даже в комментариях целый хадис большой поставил. . Дальше продолжается наставление Отца, нас, отцов, нашим детям. Лукман, сыну. Мы, отцы, нашим детям. Не искривляй свое лицо перед людьми. Если подстрочно перевести. Не искривляй свое лицо перед людьми. То есть, интересно, даже контроль на уровне мимики реакции. Имей контроль. Но здесь альтернативный перевод в круглых. Не делай гримасу отвращения, брезгливости. То есть, опять же, относись к ситуациям. Тем более, к людям. То есть взгляд должен быть добрым. Талк – свободным. Таким легким, открытым взгляд должен быть. То есть с пренебрежением к людям не относись. И вот лицом своим, не показывая своего пренебрежения. И дальше идет. И не ходи по земле самодовольно, кичливо. Здесь, опять же, это все зависит от намерений. То есть человек может кичливо, самодовольно ходить. И так, и сяк. Здесь не нужно говорить, что человек так прямо, четко, такая мощная у него, не знаю, военная подготовка. Четко у него шаг, четкая осанка. Это не значит, что он так самодовольно идет. Нет. Он работает со своим телом. Кто-то в развалочку, как медвежонок ходит. Кто-то более так, как военные, четко, строго там марширует. Все по-разному. Но. . Это именно самодовольно и кичливо. То есть не ходи. Нет. То есть вот это ощущение пред Богом должно быть всегда ставь себя на место. . Вот здесь как раз. Поистине Аллах не любит . . И здесь вот . Они похожи между собой, эти слова. Не любят всякого надменного, самодовольного, хвастливого. Безусловно, мы подумали о ком-то сразу. Да, о Шамиле? Вы подумали, да? Спасибо. Молодец. Поэтому самодовольный, хвастливый, надменный. Это качество, оно плохое. Эти качества, они плохие. Но нужно понимать, что здесь есть понятие чувства собственного достоинства. Вы себя в обиду не дадите. Но при этом вы себя выше других не ставите. Это эти вещи, которые не вычислишь. То есть можно мне часто говорить, еще когда был студентом, что я гордый. Но я гордый, потому что я подтягивался соответствующим образом и ходил. Очень прямо. Даже прямее, чем сейчас. Потому что я постоянно прокачивал свои мышцы и хорошо выглядел. А кто-то любил ходить горбатым и говорил, что он так из набожности предал Аллаху вот такой вот сутулы горбатый. Хабиби, ты просто лентяй, дорогой мой. Ты не работаешь со своим телом. У тебя какая-то непонятная… У тебя Всевышний дал тело, у тебя какая-то осанка, как какую-то больную, как будто. Главное, если ты был бы болен. Даже больной человек, и то работает со своим телом, может себя оздоровить и иметь прямую осанку. Поэтому о других людях лучше не спешить с выводами. Это для нас. Для любого из нас. Мухталь-фахур – надменность, высокомерие в исламе категорически не приветствуется нелюбимым Всевышним. Но гордый человек или нет, мы не можем сказать. Потому что гордость – это когда вы ставите себя выше другого. Вы ставите себя выше другого. А это внутри. Это не видно внешне. Внешне вы можете ошибиться. Внутри, то есть, по крайней мере, мое понимание вещей духовное, всегда ставить себя на место пред Богом. Любой человек, с кем мы пересекаемся, никак не может быть ниже нас. Никак. Может быть, только выше. Опять же, с точки зрения Ислама. Всегда думать о другом – хорошо. . Здесь касательно, опять же, идет по поводу ходьбы. Будь умерен при ходьбе. Ну, пояснение говорится, слишком медленно не надо, слишком быстро не надо. Опять же, на самом деле, все зависит от ситуации. Здесь это в контексте все-таки горделивости и высокомерия. Будь умерен и не повышай голос. . Поистине, самые неприятные голоса – это голоса ослов. Вот сколько раз, когда я более активно вел соцсети, еще Инстаграм тоже работала. То есть, порой какой-то крик в том числе. То есть, говорил, кричите в воздух, но не кричите на близких. Я говорил. И мы говорили, вот, и этот аят иногда. Вот, там, че, как осел, там кричит пятое-десятое. То есть, я эти вещи видел. Но весь вопрос в чем? В том, что я, как отец семейства, за 24 года семейной жизни ни разу не кричал ни на жену, ни детей. А вот тот парень, который сказал о том, что че там Шамиль кричит, как осел. А вот он, как интересно, кричит по отношению к своим детям и к своей жене. Потому что там-то он осел. Когда ты начальник, кричишь на подчиненного – ты осел. Когда ты муж, кричишь на жену – ты осел. Здесь об этом сказано. Когда ты, отец, кричишь на детей – ты осел. Когда женщина, жена кричит на мужа – она ослиха, она уже не осел. Поэтому скидывать стресс через крик, удары руками, удары ногами, скидывать себя и с людьми быть добрым, воспитанным, вежливым – это крайне важно. Вот тогда ты человек. Субтитры создавал DimaTorzok